Дорогие друзья, продолжаем нашу сегодняшнюю беседу. Мы сегодня говорим об осознанном духовном дыхании, которое может избавиться не только от физических, но и от житейских проблем. У нас в гостях Любовь Богданова, инструктор по духовному осознанному дыханию. Итак, Любовь, у нас ждёт ещё один звонок. Я сейчас предлагаю ответить на этот звонок нашего телезрителя и продолжить разговор о том, что же такое осознанное дыхание и как с его помощью можно изменить нашу жизнь. Пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот у меня заболевание лёгких, обструктивная болезнь лёгких. Я отработала длительное время на химпроме. Сейчас мне 62 года. Может ли мне помочь ваша вот такая лечебная гимнастика? И практически как она выполняется? Объясните, пожалуйста. Конечно, спасибо. Мы сегодня обязательно об этом расскажем. Любовь, ну вот как можно помочь действительно людям, которые получили профессиональные заболевания, связанные с дыханием, да, связанные с лёгкими? Здесь всё-таки обязательно нужно выполнять именно вот полные вот эти дыхательные сессии, то есть такими маленькими уже не отделаться. И есть примеры тоже положительной, положительной динамики, вплоть до того, что во время дыхательной сессии в воздухе раздаётся вот запах, появляется каких-то вот веществ химических, то есть которые где-то в предках тела, да, они буквально начинают физически выходить. То есть это можно делать, но для этого нужно вот тогда, ну, как-то пройти обучение и вот освоить вот эти полный формат дыхательных сессий. Но я знаю, что вы в интернете тоже работаете, да, вот с подопечными? Знаете, мы сейчас как раз вот с Дэном Брюлес, руководителем этой школы, обсуждаем возможности именно полного формата, потому что до настоящего времени всё-таки первую часть мы брали, более такую вот короткую, а вот именно полный формат, вот готовимся к этому, может быть, в скором времени предложим через интернет и эту программу. Или с вами можно связаться потом после нашей программы по телефону, можно позвонить и вы мне скажите. Потому что здесь вот в данном случае, да, у женщины нужно систематически уже внедрять в свою жизнь, да, как бы вот систему упражнений, которая может помочь. Да, нужно более мощную очистительную практику ей проделать, вот какой-то курс вот такой очистительный при помощи дыхания. Я предвижу хороший результат. Хороший, и можно, так сказать, избавиться от болезни, да? Ну, наверняка улучшить. Здесь, вы знаете, дыхание, оно всё-таки зависит от самого человека. То есть только сам человек может дышать и что-то делать в своём теле. Поэтому здесь отчасти роль инструктора, она такая вот более символическая. Ну, вот насколько человек пожелает вот этот инструмент к себе применить, и вот сколько будет этим пользоваться, такой результат получит. Хорошо. Ну, давайте тогда перейдём, да, к основной нашей части, о том, как работает, вот каковы основные работы с дыханием для того, чтобы изменить и здоровье своё к лучшему, и вообще, так сказать, и житейские проблемы тоже с ними справятся. Как работает вот этот механизм, допустим, неправильное дыхание наше, да, или то, что мы за ним не следим, а просто дышим, как придётся, и как это приводит к проблеме какой-то, да, вот расскажите ли бы как, чтобы понять, как потом от этого избавиться. То есть как мы копим проблемы при помощи дыхания? Ну, вот уже немного мы об этом говорили, когда у человека происходит какой-то жизненный опыт, с которым он не знает, как справиться, какой-то страх, какая-то неприятность, какая-то вот эмоциональная реакция, которую он не может проявить, там, агрессию или что-то, или раздражение, или что-то ещё. То есть мы с дыханием загоняем это внутрь себе. Да, мы сдерживаем дыхание, мы как-то изменяем его характер, оно проникает внутрь, и если этот опыт не проживает свой полный цикл, он где-то оседает. И потом выходит в виде болезни. Много накопленного уже приводит к изменению в физическом теле. Если он только начинает накапливаться, это могут быть эмоциональные какие-то вот такие расстройства, неприятные состояния. Многое это уже начинает отражаться на физическом уровне. А вот, опять же, готовясь к программе, я прочитала у того же Дэна Брюле, что вот, скажем так, максимальный объём лёгких, он где-то достигает своего такого апофеоза в возрасте между 20 и 30 годами. А потом с возрастом объём лёгких человек уменьшается, потому что мы неправильно дышим. Ну, мы неправильно дышим автоматически, по привычке. И если не уделять внимания, тогда, конечно, потому что если уделить внимание, то можно его развить. Вот Дэна Брюле сейчас 61 год, он выглядит гораздо моложе, у него потрясающая физическая форма, он там способен делать такие вещи, которые редкий человек может выполнить. Поэтому здесь всё в ваших руках. Так, осознавайте и дышите. Хорошо. Итак, что такое осознанное дыхание, то есть как оно работает? Как его вот этим сознанием нужно направлять туда, в то место, которое нам нужно изменить к лучшему? Будь это здоровье или проблема наша? Вообще вот в этой школе две большие части знаний и навыков. Первая часть – это осознавать дыхание. Вторая часть – дышать осознанно. Кажущийся такой каламбур, сейчас поясню. Осознавать дыхание – это означает направлять на него внимание. Я уже упоминала, что такое осознанность. Это управление своим вниманием. Направлять на него внимание. Это значит, что мы ничего не делаем с самим дыханием, мы просто за ним следим. Это уже такое, можно сказать, медитативное состояние. Вы наблюдаете, как вы дышите. Во-первых, через нос или рот. Знаете ли вы это? Как вы по привычке дышите? И ощутить повышение чувствительности, вплоть до тантрических аспектов. В тантре тоже очень много работают с дыханием. То есть прикосновение, дыхание. Вот одна из учителей тантры говорит, что это ваш первый возлюбленный, который с нежностью вас ласкает внутри. То есть такие поэтические какие-то... Романтические. Да, но это же правда. То есть дыхание, оно касается нашего тела внутри. Почему мы это не чувствуем? Давайте начнём это чувствовать. Когда оно здоровое, мы его не чувствуем. А когда оно больное, это тогда очень даже... Почему? Любое даже здоровое дыхание, прикосновение воздуха к слизистой оболочке, вот дальше проникновение, наполнение лёгких, вот дыхательная система, это физические явления, которые очевидны в теле, вот на них направить внимание. И если уделять этому какое-то время каждый день, то вы начнёте замечать разницу. Что в каких-то случаях я дышу животом, в каких-то случаях я дышу поверхностно, в каких-то быстро, в каких-то медленно, в каких-то у меня дыхание какое-то сдавленное, в горле какой-то зажим. Вы начнёте вот это осознавать. А когда я зеваю, то открывается что-то в горле. Вот вы становитесь более осведомлённым, и это уже во многом меняет ситуацию в жизни. Даже хотя бы в таком простом примере, что вместо того, чтобы беспокоиться и прокручивать шарманку каких-то мыслей, вести такой разрушительный внутренний диалог, вы вместо этого занимаетесь вот уже такой энергетической задачей, осознаёте своё дыхание, присутствие дыхания в теле. То есть это уже даёт положительный эффект. Сколько этим можно заниматься или нужно заниматься, осознавать? Человек же не может целый день этому посвятить? Думали, в течение дня постоянно этим заниматься. В идеале, конечно, чтобы это стало постоянным таким вот фильтром, через который вы воспринимаете свою жизнь. То есть это такая идеальная картинка. Как приучить себя к этому, да? Я, может быть, сама ещё до этого уровня не дошла, но я считаю, что это хорошая задача, и вот я надеюсь, что развитие моей личной практики к этому приведёт. А вторая часть работы – это дышать осознанно. Это означает, что мы дышим, и что-то специально при помощи своего сознания делаем. То есть мы выбираем какой-то формат дыхания. Дышим с какой-то целью. Мы выбираем заранее формат дыхания, придаём ему какие-то характеристики, делаем какие-то настройки, и дальше выполняем как дыхательное упражнение. Ну, например. У дыхания очень много параметров. Ну, давайте выберем какую-то цель, предположим. Ну, любые цели. Например, снятие эмоциональных каких-то состояний, переключение эмоциональных состояний. Человек волнуется, перед экзаменом студент волнуется, или человек перед, скажем так, появлением перед новым начальством. Да, то есть человек в таком случае, здесь очень полезно соединение осознанности и дыхание на уровне осознанности, работая со своим сознанием. Человек сам себе говорит, если раньше я не знала, как справляться с этим, то сейчас я знаю, я знаю дыхательные упражнения, которые я сейчас быстро выполню, и незаметно для окружающих, и я успокоюсь, и я буду хладнокровно, спокойно отвечать на экзамен или встречаться с будущим боссом и так далее. Вот и делает какое-то определённое дыхательное упражнение. То есть вот эти две части. Осознанность плюс дыхание. Ясно. Значит, упражнение нам покажете. Хорошо. Вот, допустим, дыхание и здоровье. Если говорить о тех аспектах, где дыхание как бы помогает, да, дыхательная терапия, вот как в здоровье как бы оно работает? Вот сегодня был вопрос по поводу астмы, да, там, лёгочных заболеваний. Как здесь механизм воздействия происходит? Здесь, вы знаете, очень важная вещь, что вот есть дыхательная система в теле, совокупность органов дыхательной системы, это вот мы называем дыхательной системой, и она либо работает в искажённом каком-то режиме, то есть постоянно под нагрузкой, постоянная перегрузка какая-то, то есть это неблагоприятно, либо она вот как-то нормализуется. И выполняя регулярные практики с дыханием, вот, например, то, что предлагается нашей школой, ведь многие другие системы тоже предлагают работать с дыханием, это тоже приносит большую пользу. То есть мы не отрицаем другие школы. Все, кто работают с дыханием, это наши друзья, коллеги, союзники, мы всех их очень как бы ценим и уважаем. Вот, и регулярно работая с дыханием, тогда человек сам будет корректировать свой дыхательный механизм, и он естественным образом восстановится, без применения каких-то там вот специальных лекарств, без применения каких-то усилий. Что на этом фоне, какие болезни уходят? Ну, практически вот... Вот астки уходят, мы уже говорили, да? Ну, да, вот с аллергии тоже есть очень хорошие результаты, там уменьшается количество простудных заболеваний, и сразу вспоминаются вот всё-таки эмоциональные какие-то состояния, то есть меньше раздражительность, меньше беспокойства, меньше страхов. Вот больше человек обретает спокойствие, чтобы с близкими общаться, то есть через это, получается, улучшаются отношения с близкими также, там, что-то вот карьерное какие-то, человек чего-то стеснялся или как-то не мог справиться с волнением на работе. Вот научившись управлять самим собой, своей системой мыслей и тела, и эмоций, человек достигает успеха вот во всех других тоже сферах, то есть вот через это улучшаются и все сферы жизни. Хорошо. А, предположим, омоложение и потери веса. Говорят, что правильное дыхание и здесь помогает. Да, такие тоже есть результаты. Да, ну, если человек, во-первых, если человек поставит перед собой конкретную задачу, я хочу при помощи дыхания решить вот такую-то проблему, значит, он будет целенаправленную всю энергию, которая приходит с дыханием, направлять именно сюда, безусловно, эта проблема будет у него решаться. И также осознанность, это работа вот со своим сознанием, со своими мыслями, тогда происходит перепрограммирование, мы устраняем какие-то негативные программы, формулировки, которые нас угнетают, и наполняем, наоборот, созидательными, конструктивными мыслями, которые помогают справляться с конкретной задачей. Хорошо, давайте уже перейдем вот к этим конкретным каким-то упражнениям. Что здесь самое главное, вот чтобы мы поняли, наши телезрители уже, сидя там у экранов телевизора, попробовать справиться с какими-то своими проблемами? Самое главное, вот я считаю, что это баланс. В жизни это одно из важнейших таких вот правил баланса. Расслабление и активность, нагрузка и вот как бы отдых. То есть это должно быть сбалансировано. Потому что вот современный человеку свойственно перегрузка, перенапряжение, и люди говорят, что не умеют расслабляться. Но я замечаю, с сожалению, что люди не умеют и напрягаться, потому что люди говорят о том, что свои цели я не достигаю, я там чего хочу, я в жизни не получаю. Это означает, что даже напряжение и приложение усилий, оно все равно неэффективно. И получается, что обе фазы неэффективны. И напрягаться не умею, и расслабляться не умею. А это нам доступно при помощи дыхания. Даже за один дыхательный цикл можно вот это сделать. И как раз вот ученики в нашей школе, они приходят к тому, что каждое дыхание в себе содержит идеальный баланс активности и пассивности, напряжения и расслабления. Сразу поясняю, что это такое. Дыхание состоит из двух частей. Вдох и выдох. И если одну из них сделать активную, вторую сделать пассивную, то каждое дыхание будет поддерживать этот идеальный баланс в жизни человека. И мы предлагаем делать активную фазу вдоха, а выдох делать пассивным, расслабленным. То есть на вдох напрячься, напряжение должно быть какое-то или что? Не совсем. Нет, не напряжение мышц. Тогда объясните, как это? Мы говорим просто о самом дыхании. Вдох делать. Ведь вдох, любой, вот и вдох, и выдох, он может быть и активный, и пассивный. Мы можем позволить этому произойти, а можем это сделать. И мы предлагаем вдох делать, вдыхать, а выдоху позволять просто отпускать, чтобы он сам выходил. Это требует небольшой практики. Наверное, сейчас мы не успеем, поэтому я бы перешла к другому упражнению, которому хочу поделиться с нашими зрителями. Хорошо, давайте, чтобы было понятно. Это просто вот как идея, что активное и пассивное. Следующее наблюдение за своим дыханием. На вдохе мы, очевидно, понимаем, что что-то входит в наше тело. И поскольку мы уже... Да, мы что-то в себя вбираем, да, из окружающей среды. И опять же, это два аспекта. Если вбираем, мы активно это притягиваем, а мы можем также открыться и позволить этому войти. Тогда это будет пассивный аспект тоже принятия. То есть просто вдыхаю, что войдет, то войдет. Я открываюсь и позволяю войти чему-то. То есть первое, я просто открываюсь, и в меня входит, что войдет. Или я вдыхаю в себя что-то конкретное, допустим. Я вдыхаю в себя силу, там, счастье или радость. Да, это один формат такой практики. И аспект выдоха, он тоже может быть пассивным и активным. На выдохе мы замечаем, что из нас что-то выходит. И мы можем этому помочь, вытолкнуть, выдуть. Как-то активно делать выдох. Выгнать это из себя. Совершенно верно, выгнать из себя. Или просто отпустить, открыться тому, чтобы оно ушло, само собой, без усилий с нашей стороны. А почему, в чем разница между активным и пассивным? Допустим, я активно вдыхаю или я пассивно вдыхаю. И также активно выдыхаю или пассивно выдыхаю. А здесь как раз каждый человек может сделать свой выбор. То есть если активно, то либо это быстрее, как-то более интенсивно, сильнее произойдет, либо, может быть, наоборот, я очень какой-то размазанный в жизни, и мне нужно научиться как-то активность проявлять, в себе ее ощутить. Тогда это можно через дыхание тренировать немножко. Или наоборот, если я очень много работаю, вкалываю 25 задач, у меня семья, бизнес, карьера, хозяйство, стройка дома, все на свете, не знаю, как расслабляться и когда, то вот здесь хорошо использовать пассивные аспекты дыхания. Просто открываться или просто отпускать. И вот практически такое задание могу предложить. Если у вас есть в жизни что-то, что вам не нравится, вы хотели бы от этого избавиться. Какие-то эмоциональные состояния, привычные реакции, много раздражения, много обид, много чего-то. Или какие-то вот усталость какая-то в теле, или какие-то боли. Пожалуйста, при помощи выдоха избавляйтесь от них, отпускайте их, выгоняйте из своего тела, из своей системы, из своей жизни. Буквально вот на выдохе вы, это означает, что вы даете такую задачу, установку, с выдохом из меня уходит, из моей жизни уходит, и называете то, от чего хотите избавиться. Людей можно из своей жизни так убрать? Не нужно. Ну, я бы их не выгоняла, наверное, все-таки отпускала. Ну, или отпустить. Знаете, я немножко по-другому к этому отношусь, что вот пусть оно происходит, то, что благоприятно для меня и для других людей. Пока еще в этом какой-то есть урок, может быть, мне его нужно до конца пройти. Ну, можно попробовать так. Хорошо, Люба, можно из себя так выгнать какую-то болезнь, какую-то проблему? Именно об этом я и говорю. Ну, например, вот как у человека, я не знаю, там та же ОРЗ, предположим. Сейчас вот у вас... Выделите несколько минут, то есть вот как это в формате нашей школы выглядит. Выделите несколько минут и скажите, начинайте вот эту практику работы с дыханием и говорите себе, что с выдохом, с каждым выдохом сейчас, с каждым дыханием из моего тела уходит, вот что это, недомогание, там, озноб, жар, там, температура, что-то еще, вот, простуда это уходит. И дышите так, ну, вот дышите и наблюдайте за своим выдохом. И помните, что с выдохом вы это отпускаете или выгоняете, придаете ускорение, может быть, чтобы оно ушло. А параллельно с этим нужно вдыхать в себя какое-то, я не знаю, здоровье, счастье? Знаете, это очень хорошо, и вот наш учитель Ден Брюле именно говорит о том, что сразу оба потока запускайте. Но я заметила, что мне лично сложно, вот все-таки я с 20-летним в этом практике, мне сложновато. Параллельно делать и работу на вдохе, и отпускание на выдохе. И мои ученики вот тоже, они немножко в этом теряются, я им разные форматы предлагаю, все-таки вот для начального уровня можно отдельно. А что важнее, вдыхать в себя что-то, ну, допустим, при каких-то физических недугах, вдыхать в себя что-то хорошее или, наоборот, лучше выдыхать плохое? Важнее баланс. Важнее и то, и другое. Просто вот практически, если представить, если сейчас есть то, что вам не нравится, наверное, лучше освободить пространство. То есть я бы начинала с выдоха, и, кстати, это тоже любопытный такой момент, почему мы дыхание представляем как вдох и выдох. Ведь это же цикл непрерывный, вдох-выдох, вдох-выдох. И можно начать тогда с выдоха. Я сначала сделаю выдох, я очищу, расчищу какое-то место новое, а на вдохе я могу наполниться вот тоже новым здоровьем. То есть грамотнее сначала выдохнуть из себя, да? То есть не то, что грамотнее, здесь нет никакого вреда и нет никакого нарушения. Как вот больше человеку подойдет, я вот делюсь своим опытом, мне лично, для меня, как работает и более эффективно происходит. Я делаю вот так. Сначала освободить немножко пространство, отпустить или удалить то, что мне не нужно, от чего я хочу избавиться. И тогда в освободившееся пространство приглашать то, что вот как раз нужно вместо этого. Хорошо. Вдох счастья, вот какая-то особая, я бы сказала, такая есть теория у Дэна Брюле. Что это такое? Да, это один из природных механизмов. И вот у нас природа же, она мудрая. Не случайно говорят, тело мудрое. Но мы просто забыли, мы отключились, отсоединились, убежали уже там в свои проблемы современного человека. Вот. А решение есть всегда с собой. Максимально близкий аналог – это вздох облегчения. Это полное заполнение дыхательной системы, активное мы вдыхаем, и отпускание выдоха, о чём я как раз и говорила. То есть это соответствует теории идеально. Но люди даже это не способны выполнить. Почему? У современного человека настолько искажённая дыхательная система, я начинаю работу с учениками именно с этого. Мы несколько занятий разучиваем, можно сказать, вздох облегчения, и люди не могут. Люди не могут отпустить выдох. А вот то, что мы так... Это вздох облегчения? Или я сейчас неправильно выдохнула? Ну, немножко, немножко. Это не совсем отпускание. Здесь как раз есть немножко вот, как бы, подталкивание на выдохе. То есть вот есть такие мелочи, которые, казалось бы, в пистолетах. То есть этому всё-таки надо учиться, я так понимаю. Как это не смешно, да, то вот стоит этому поучиться. Хорошо, у нас ещё один звонок. Давайте послушаем и продолжим наш разговор. Пожалуйста, говорите, вы в эфире вас слушаем внимательно. Алло. 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 Да. Говорите, говорите, мы вас слушаем. Алло. Алло, здравствуйте. 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 Я бы вот хотела заниматься по этому методу. Я... Я раньше занималась по бутейкам. Я знаю, что это действительно действует. Как бы хотелось бы посерьёзнее начать заняться. Неожиданно просто соединили, я не ожидала, чтобы смогут собраться. Ничего, то есть вы хотели, вы интересуетесь этим методом и хотели бы ему научиться. Правильно я поняла? И спрашивайте, как это сделать. Да, правильно. Хорошо, спасибо. Любовь, как стать участником вашей школы, да, ваших семинаров, тренингов и вот научиться? Какие есть возможности? Там интернет, не знаю. Нужно обязательно к вам ходить на занятия. В первую очередь я предложу интернет. Это вот развитие цивилизации позволяет теперь людям не приезжать из других городов, находясь дома у себя, осваивать эти все навыки полезные. Ну вот мой сайт, Любовь Богданова, РФ, и специальный сайт, посвящённый вот школе дыхания, Международного центра изучения практики осознанного дыхания, так и называется, одыхание. одыхание.ру. Там вот можно найти всю информацию. Сколько длится ваши тренинги, семинары, вот вы говорите, по-моему, 10 дней, да? Базовый курс двухнедельный. Двухнедельный. Исключая выходные 10 дней, получается. Сколько длится, допустим, вот ежедневно занятие? Одно занятие от 30 минут до часа. До часа. То есть это не так уж много, не так много времени. Это специальную программу я разработала так, чтобы внедрить в жизнь вот каждого человека, не прерывая там его повседневных там забот каких-то, хлопот, чтобы только он добавлял к нему улучшения уже сразу. То есть это для повседневного применения, да? Да, вполне. Насколько это эффективно? И вот действительно, вот мой следующий вопрос, как в повседневной житейской практике современному занятому человеку, который чаще всего много времени проводит за рулем, не знаю, где-то, в дорогах, там, на работе, да, как применить вот это дыхание, как сделать его своей привычкой, привычкой, не знаю, нормой жизни тогда, что ли? Вы знаете, мы буквально это внедряем. Вот у меня сейчас очень такой замечательный ученик есть, мы через интернет с ним занимаемся. Буквально я даю такое задание. Вам нужно, чтобы вы об этом вспоминали, потому что пока вы со мной разговариваете, вы видите, что это работает, но дальше вас что-то отвлекает в вашей жизни. Это нормально, это естественно. Вы знаете, перебиваю вас на одной из наших прошлых программ, у нас была гостья, она предложила прием, одевается браслетик такой на резиночке, и нужно себя так похлопывать им. Действительно, он хорошо работает, вспоминает. Да, но я бы сказала, что у меня люди сталкиваются с тем, что им нужно вспомнить о том, что нужно себя хлопнуть этой резиночкой. Даже так. Я в этом случае предлагаю использовать мобильный телефон. У него есть режим напоминания, я говорю, хотя бы пять раз в день поставьте себе вот этот звоночек и напишите там слово «дыхание». Звонит звоночек, и вы думаете, что такое «дыхание». И вы вспоминаете о том, что нужно сделать какое-то малюсенькое наше дыхательное упражнение, в основном очищающее дыхание, например, или вот это отпускание, вдох-выдох. И мне этот ученик говорит, меня это выводит, вообще отключает от текущей моей жизни. Я говорю, а как же вы это делаете? Он говорит, даже если я за рулем, я очень дисциплинированная, я останавливаю машину припарковываю и начинаю дышать, и вот что-то там вот это все делать. Я говорю, это не нужно делать. Звонит звоночек, вы за рулем делаете одно единственное дыхание. Что это за дыхание, Любовь? Давайте, у нас программа заканчивается, осталось всего лишь несколько минут. Вот самое-самое основное, подводим итоги. У нас сегодня были звонки с просьбой понять, как же нужно дышать. Вот что сейчас нужно, с чего нужно начать? Ну, на самом деле, вот я упомянула уже, базовые упражнения – это очищающее дыхание, но здесь все-таки нужно сколько-то минут объяснять и потренироваться. И мне желательно видеть, как это, или слышать, как человек это делает. Ну, вот хотя бы как вздох облегчения для себя в жизни, вот могут уже люди. А из того, что точно, вот чем я поделилась, что могут люди использовать в своей жизни, это именно наполнение на вдохе и приглашение в свою жизнь недостающих каких-то качеств или состояний и каких-то физических аспектов, и отпускание на выдохе, избавление от того, от чего вы хотите избавиться, там, с усилием. И психологических тоже, да? Любых. Допустим, я не знаю, у человека никак не получается, вот вы говорили сегодня, не получается достичь чего-то, я не знаю, там, купить машину, приобрести квартиру, там, не знаю, там, выйти замуж кому-то. Это как при помощи дыхания? Можно себя к этому делу подвигнуть? Вполне, именно при помощи осознанного дыхания. Осознанного дыхания. Потому что, скорее всего, это означает, что человек либо не может сфокусироваться на решении этой конкретной задачи, у него очень много других еще задач, это тоже нормально, у всех в жизни много аспектов, которые требуют внимания. Либо энергии недостаточно, то есть она вот распределяется, сколько ее есть, но для того, чтобы крупную задачу решить, там, дом построить, квартиру купить, вот, недостаточно энергии. Значит, нужно наращивать количество энергии, нужно улучшать свою способность к сфокусированной деятельности, к достижению цели, к осознанному выбору правильных целей. То есть вот именно через осознанность это решается, и через набор энергии при помощи дыхания. Потому что дыхание у нас энергетическое. Ну, например, при вдохе, что должна думать, я не знаю, девушка, которая хочет найти своего спутника в жизни или встретить нужного человека? Ну, при вдохе она может для себя заказать, вот, какое качество в себе она хочет усилить. То есть я наполняю свою жизнь, ну, каким-то вот состоянием, что я становлюсь... Привлекательной. Да, я становлюсь такой привлекательной. Я наполняюсь таким магнитным каким-то свойством, чтобы притянуть к себе... Ой, это должен быть долгий вдох, да? То есть покороче, наверное, да? Несколько, несколько вдохов можно делать. То есть здесь вы сами, каждый сам человек интуитивно чувствует, чего мне не достает для того, чтобы в моей жизни произошло то, что вот я хочу. И выдыхать то, что мешает этому, да? Да. И выдыхать то, что... Я считаю, что я какая-то там некрасивая. Я выдыхаю эту мысль, я её отпускаю. Вместо этого приглашаю такую мысль, что моя внешность проявляет мою женственность, мою изюминку, мою там уникальность, мою внешнюю. Вот это важный такой разговор с самим собой. У нас просто вот несколько секунд до окончания программы ваши несколько слов пожеланий нашим телезрителям, и мы заканчиваем. Осознавайте своё дыхание, и пусть с каждым вдохом к вам приходит ясность и мудрость для того, чтобы вы узнали всё, что вам суждено знать, и сила, и энергия для того, чтобы вы могли совершить всё, что вам необходимо совершить в этой жизни. Спасибо огромное, Люба, дорогие друзья. Ну что ж, дышите правильно и с дыханием прибавляйте себе силы, здоровья, счастья и успехов в своей жизни. Помните об этом, ощущая о том, что из любой ситуации есть выход, и в этом вам поможет Нить Ариадны, ваш надёжный проводник в лабиринте жизненных проблем. До свидания и будьте счастливы!